Всем привет! Меня зовут Максим Олегович, и мы продолжаем нашу подготовку к ЕГЭ 2018. Последнее видео у нас было в конце декабря. Мы с вами разобрали логарифмические неравенства, метод интервалов, показательные неравенства. Понятно, что потом, например, до середины января все отдыхали. Ну, а теперь уже пора, потому что времени совсем мало, осталось 4 месяца, поэтому все возобновляется, все наши курсы продолжаются. Продолжается основной курс по математике, по профильной, продолжается с этой недели курс по параметрам и видеокурс по подготовке к ЕГЭ по русскому языку. Поэтому будем выпускать больше контента, по 2-3 видео по каждому направлению в неделю, чтобы все успеть, потому что нам нужно еще изучить и 17-ю задачу на кредиты, и 19-ю разобрать, и по первой части поработать, изучить производные, которых у нас еще не было в курсе. Поэтому сейчас плотно продолжаем работать, а от вас, соответственно, регулярно смотреть видеоуроки и выполнять домашние задания с сайта школков.нет и задавать свои вопросы в комментариях под видео на Ютубе или в группе ВКонтакте, или можно писать мне в личку. Значит, сегодня у нас почти заключительное видео по 15-й задаче из профильного ЕГЭ по математике. Это у нас неравенство. Сегодня мы будем изучать мощный метод рационализации. Значит, что это за метод такой и зачем он нужен, да, и чем он удобен, сейчас я вам покажу. Ну, давайте, значит, на некоторых примерах разберемся. Ну, вот представим, у нас с вами есть некоторое простое логарифмическое неравенство, ну, совсем простое, да. Ну, например, логарифм, там, х от х плюс 1 по основанию 2 больше либо равно 0. Ну, что вы будете делать? Ну, элементарно, да, как вы с вами, значит, такое решали? Мы представляли 0 в виде логарифма по основанию 2, да. То есть вот такая вот цепочка преобразования у нас с вами была. Больше либо равно логарифм 1 по основанию 2. Ну, потому что логарифм 1 по основанию 2 это 0. Потому что 2 в нулевой это 1, да. Ну, и здесь что? Вот это мы убираем. Почему? Потому что у нас двойка больше единицы, да. Если у нас основание логарифма больше единицы, да, то мы вот это дело убираем и знак неравенства оставляем прежним. Да, помним. А если основание логарифма меньше единицы, то знак неравенства меняется на противоположный. То есть все просто. Если бы тут была 1, 2, да, то знак неравенства меняется на меньшее и равно. Ну, и это нарешиваем. Получается, х больше 0. Все. Элементарно это сделали. Ну, да, еще не забыть нужно ОДЗ обязательно в таком неравенстве. Да? Вспоминаем, ОДЗ логарифмы это х плюс 1 больше 0, двойка больше 0, двойка не равно единице. Всегда пишите отдельно ОДЗ, отдельно решение. А в конце все это дело пересекать. Значит, давайте решим это. Ну, вот это и это выполнено всегда. Можно не решать, да? Просто так и оставим. А здесь х больше минус единицы. Соответственно, вам нужно в итоге, итогового ОДЗ, х принадлежит от минус единицы до плюс бесконечности. А тут итоговый ответ, х принадлежит от нуля до плюс бесконечности. И вам нужно это дело в итоге пересечь, да? Что мы с вами делаем? Это я просто напоминаю, да? Я не просто так это напоминаю. Понятно, что мы это проходили, это вы знаете. Просто от этого примера я перейду к примеру, который так решать нельзя. И как раз в том примере нам поможет метод рационализации. Ну, заодно это повторим. Дальше что делаем? Решение, значит, наносим вот таким образом, да? Ну вот, от нуля до плюс бесконечности. Вот. А здесь наносим от минус единицы до плюс бесконечности. Минус единицы, вот это. Ну, до плюс бесконечности, да? Где у нас общая крыша здесь? Ну, понятно, что от нуля до плюс бесконечности. Итоговый ответ. Ну, то есть общая крыша, да? Вот здесь вот. Вот что я называю общей крышей. То есть итоговый ответ. Такой и остается. Все, понятно. Элементарное решение неравенства. Понятно, что это самое элементарное, понятно, что там последнее, которое мы с вами решали, было с замены. Но это все без разницы. Не имеет никакого значения. Важно понимать, да? Что если вы тут в основании больше единицы, то мы знак неравенства оставляем прежним. Если меньше единицы, то мы знак неравенства меняем на противоположную. Все. Пишем ОДЗ. Решили. Значит, теперь есть, значит, некоторая проблема. Это я стираю. Это несложно, если что. Отмотаете. Посмотрите еще раз. Но для того, чтобы вспомнить структуру решения таких неравенств, это очень полезно. То есть решение ОДЗ пересекаем. Вот рекомендую так всегда и оформлять, чтобы проверяющим было легко проверить и ни к чему не придираться. Значит, теперь смотрите. Пишу вот такое неравенство. Логарифм от х плюс 1 по основанию х больше и равно 0. Ну, казалось бы, действует это уже точно так же, да? То есть представим 0 как логарифм единичкой по основанию х. Но вот ровно в этом моменте у нас возникает проблема. Как нам теперь убирать эти логарифмы? И то есть мы не понимаем, меняет вам знак на противоположную или не меняет. Почему? Потому что если в предыдущем примере у нас явно было написано двое, и мы можем сказать, что два больше единицы, поэтому знак не менять, то здесь это х. И мы не понимаем, менять его или не менять. У нас возникают большие проблемы. Ну, что делать в этом случае? Давайте я покажу, что делать в этом случае, как это делать, если долго, да? Тоже правильно, но долго просто. Как не хочется делать в ЕГЭ, не хочется тратить на это время. Но тем не менее я покажу, а затем мы сравнить это с методом рационализации. Вот, ну прежде чем продолжить, я напишу УДЗ обязательно, да? Про УДЗ никогда не забываем. Отдельно записываем его. У нас х плюс 1 больше 0, х больше 0 и х не равно 1. Если все это на оси отметить, то у нас, или пересечь, у нас получится, х принадлежит от 0 до 1 и от 1 до плюс бесконечности. Все. Это итоговое УДЗ. Вы можете убедиться в том, что это так, нарисовав у себя рвост. Ну, а дальше здесь проблема. Значит, мы должны, получается, рассмотреть два случая, когда х больше 1, когда знак не поменяется, и когда х меньше 1. Когда такое происходит, пишется совокупность, да? Ну, то есть, эта скобка обозначает там или-или, да? То есть, это или тот случай, или тот объединение. Значит, что у нас в совокупности? У нас в совокупности первая система. Почему система? Потому что у нас в случае при х как бы больше 1, мы можем вот этого убрать и получить вот такую штуку, что х плюс 1 больше либо равно 1. Правильно? То есть, именно при этом условии, вот так. Или, эта штука показывает другая система. Если х меньше 1, то х плюс 1 меньше либо равно 1. То вот так. Вот. Ну, теперь это все нужно решить. Как решаются такие штуки, да? Ну, решается эта система, эта система, и потом все объединяется. Ну, давайте тут там допишем. У нас х больше 1 получилось. Здесь х больше его равно 0. Вот. Здесь у нас это в системе. Здесь у нас х меньше единицы. И х меньше либо равно 0. Вот. Решением первой системы, да? У первой системы. Ну, вот тут поставим. Это первая система. Это вторая. Решением первой системы будет, если мы нанесем все это на ось, да, и пересечем, дарите, сколько действий нужно делать. Решением первой системы будет х принадлежит от единицы и до плюс бесконечности. Решением второй системы будет вот такая штука. А х принадлежит от минус бесконечности и до нуля. Теперь все это дело нужно объединить. То есть, чтобы это объединить, нужно рисовать ось, заштриховать вот это. Вот тут единичка, да, и до плюс бесконечности. Вот так. Заштриховать вот это. Тут нолик. Да? И взять все, что заштриховано. То есть, итоговым решением вот этой совокупности, совокупность, еще раз, это вот эта штука. Она объединяет. То есть, внутри системы мы всегда пересекаем, а когда совокупность, мы вот так объединяем. Берем не то, что общая штриховка, да, где, а берем все, что заштриховано. То есть, итоговым ответом в этой совокупности будет вот такая вот штука. Понимаете, да? И теперь вот это мы еще должны пересечь вот сюда вот. Вот. С ОДЗ. Пересечь и получить итоговый ответ. Ну, если на... Ну, давайте я вот там на эту ось вот сюда вот нанесу ОДЗ, да. Например, у нас от нуля до единицы, причем ноль выковатый, да. То есть, у нас вот здесь от нуля до единицы и ноль выковатый. Поэтому здесь никаких общих точек нет общей штриховки. И от единицы до плюс бесконечности. То есть, общая штриховка у нас получилась только там, да, где вот у нас х принадлежит от единицы до плюс бесконечности и единицы выковатый. Значит, итоговый ответ. Ответ. Писть принадлежит от единицы и до плюс бесконечности. То есть, понятно, да? Ну, нет, вроде бы все ясно. То есть, сложно, простые манипуляции, но сколько их, да? Помимо ОДЗ, которая всегда появляется в логеритмических неравенствах, да, то есть показательных, редко бывает ОДЗ и там все хорошо. Тут у нас ОДЗ и куча-куча, какие-то, смотрите, совокупности мы постоянно пересекаем, объединяем. Ну, жесть какая-то, да? А сейчас это сравните с методом рационализации. Соответственно, я убрал все лишнее, что мне не пригодится в методе рационализации. И сейчас посмотрим, как это же неравенство можно решить с помощью метода рационализации. Ну, ОДЗ я оставил, потому что ОДЗ никуда не пьется. Этого запомните, это всегда. Вы можете его первым делом писать и потом пересекать. Все, ОДЗ есть. Вот до этого места мы так и дошли, и вот после этого началось какое-то мясо, да? Какие-то совокупности и так далее. Теперь метод рационализации. Итак. Метод. Рационализации. Значит, как он работает? Когда мы свели вот такому состоянию, да? Что справа слева логарифм по одинаковому основанию. Берем основание, вычитаем единичку. Теперь делаем первую скобку. А во вторую скобку, знаете, что делаем? Пишем аргумент первого логарифма. Минус аргумент второго. И ставим тот же знак, который был. Все. И решаем вот это неравенство. Получается, х-1 умножить на х, больше либо нуля. Решаем по методу интервалов. Наносим корни 0 и 1, да? 0 закрашенный. Тут у нас 0. Тут единичка закрашенная. Знаки у нас будут плюс, минус, плюс. Можете подставить, можете там хитрый образом как-то определить. Пишем ответ, х принадлежит от минус бесконечности до нуля и от единицы до плюс бесконечности. Пересекаем вот это вот с этим и получаем ответ точно такой же, что х будет принадлежать от единички в реклоте, потому что тут в реклоте, до плюс бесконечности. Все. Да, вот, это все. Вот, да. На метод ростонализации мы решили данное неравенство. Во сколько мы у нас меньше времени потратили, да? То есть сколько мы потратили? 30 секунд на решение с помощью методеростонализации вместо там 8 минут или 5 минут. Еще раз. Получив слева ловить, мы справа ловить по одинаковому основанию. Причем не важно, даже, кстати, х здесь, не х, не важно. Мы просто берем основание одинаковое, вычитаем единичку, получаем первую скобку. Во второй скобке мы пишем вот этот аргумент минус вот этот аргумент. Пишем тот же знак, то есть это не всегда пишется больше, но знак берем отсюда. Какой здесь, такой здесь. И пишем тут вот. Все. Дальше по методу интервала тупо решаем, здесь вообще изи. Пересекаемся без з, получаем ответ. Вот вам и метод ростонализации. Причем я дальше продолжу, да? То есть, ну, понятно, что почему это так работает. В следующих видео я вам там расскажу. Это очень просто. Но пока можете подумать, почему все, что мы писали до этого, на самом деле, можно заменить вот на это. Да? То есть, если у кого-то будет идея, пишите в комментариях, почему это действительно верно и почему так делать можно. Вот. Но я пойду дальше. Значит, я покажу, как можно применять метод ростонализации еще. То есть, его можно применять в некоторых, как бы, комбинациях. Понятно, что если кого-то учили метод ростонализации, то там, возможно, вам выдавали листочек, там 10-15 разных форм. Не нужно запоминать все. Я за то, чтобы все решать какими-то, да, обычными методами, но где можно сильно упростить, да, можно ввести минимум новой теории. Так вот, я ввожу минимум новой теории, да. То есть, только вот даю одну вот такую штуку. Соответственно, понятно, что, смотрите, вот такая штука, ведь это то же самое, что можно было бы это не писать. Можно было бы оставить здесь ноль, да, и запомнить по-другому. Да? Вот мы запомнили первый, когда у нас одинаковые логарифмы, да, мы берем основание минус один и аргумент минус аргумент. Когда вот такая ситуация, можно просто запомнить, что если справа ноль, а слева логарифм, то нужно и отсюда отнять единицу, и отсюда, да, получится то же самое. И от основания отнять единичку, и от аргумента отнять единичку, да, видите, получилось то же самое, что до этого. Вот. Соответственно, теперь применение еще, да, в других комбинациях. Вот смотрите, еще более плохая ситуация будет, в которой пришлось бы тоже рассматривать несколько случаев. Смотрите, вот такое неравенство. x плюс 1 еще добавлю, умножить вот по такой же логарифм. Да? То есть, понимаете, теперь здесь не просто логарифм, а еще и скобка. Получается, нам что вообще делать? Ну, метод интервалов не применить, потому что, ну, нам это к нулю приравнять, это к нулю, ну, как мы это решим? То есть, непонятно, да? Так вот, метод рационализации работает не только тогда, когда слева стоит один логарифм, а когда он стоит вместо какой-нибудь скобки. То есть, практически, вы представляете, да, метод интервалов, мы помним, когда работает хорошо уже, когда слева все разложено на множите в несколько скобок, а справа – нога. И вот вы думаете, если бы у меня его не было, да, то есть, умножить на логарифм, если бы его не было, все хорошо? Сработал бы метод интервалов? Да, потому что одна скобка. Вот, вот тогда это дело работает, когда вместо какой-то скобки в произведении стоит логарифм. Вот тогда можно применять метод рационализации, вот, во втором вы увидите, как я показывал. Что здесь будем делать? Первую скобку оставим без изменений, а вот этот логарифм, на что он у нас заменится? Что мы только с вами проговорили? Мы берем и заменяем его на произведение двух скобок. Каким образом? Основание логарифма – минус один, правильно? Вот оно. И аргумент логарифма – минус один. Вот оно. В итоге страшное неравенство превратилось в детское неравенство вида х на х-1, на х-1, на х-1, больше, чем равно 0. Ось точки 1, 0, минус 1. Знаки плюс, минус, плюс, минус, и ответ от минус одного до нуля, и от единички до плюс бесконечности. Это ответ вот к этому не равенство, но еще нужно учесть ОДЗ. Ну, ОДЗ такое же, ну и пересечь. Я на ОДЗ сейчас внимания не обращаю, потому что у нас суть в другом. Итак, значит, давайте заизюмируем. Метод рационализации. Мы с вами два вида будем применять, два вида запомнили. Ну, начну со второго, да? Когда у нас вот такая ситуация, да? Слева один логарифм, справа 0, то на что мы логарифм заменяем? На произведение двух скобок. Берем основание, минус один скобку, и вторая скобка – это аргумент минус один. Все. Дальше пометод револю. И еще другой способ. Можно сначала привести вот к такому виду, да? Тогда нужно взять и заменить это неравенство на следующее. Нужно взять основание х-1, и затем вот этот аргумент минус этот аргумент. Получится то же самое, что вот это. И написать тот же знак и большее ворона нуля. То есть давайте вот в этом случае получится вот так. х-1, да? Одинаковый аргумент. А в другой скобке, одинаковая основание точнее, а в другой скобке вот этот аргумент минус вот этот аргумент. Больше либо равно нуля. Вот. То есть двумя способами применяем метод рационализации в зависимости от того, какой вам удобнее. Но если это в комбинации именно скобку умножить на логарифм и больше либо нуля, то нужно применять вот тот способ, где из основания вычитается единица, и из аргумента вычитается единица. В принципе, в принципе, вы можете оставить для себя только вот этот способ, да? То есть вот этот способ, когда вы приводите вот такому виду, вы можете вообще выкинуть. Можете всегда применять одинаковое. Типа слева логарифм, справа 0. Тогда берем логарифм, превращаем в две скобки. Основание минус единица, аргумент минус единица. Все. Решаем по методу интервала. Вот. И все. Пересекаем с УДЗ, получаем ответ. Ну вот, собственно, если так сразу в первый раз непонятно, перемотайте, посмотрите еще раз и просто сравните удобство, да, применение метода рационализации. Какого размера у нас было решение в случае, когда без метода рационализации, и какого было размера решения, там, 30 секунд, когда было с методом рационализации. Вот. Ну, давайте, значит, это сотру и еще раз окончательно дам свой совет, что оставил бы я для себя из этого видео. Я бы оставил только одну формулу, вот такую. Ну, на этом же примере покажу, да. Оставил, вот в таком виде бы его применял. Все. Ну, если по минимуму, если вам показалось, что тяжело, применял бы его, вот в таком виде. Еще раз. Как решить? Беру аргумент х, минус 1 всегда, скобка, умножить. Точнее, х не аргумент, х основания беру, минус 1, умножить. Теперь беру аргумент, х плюс 1, записал аргумент. Опять отнимаю единицу, ставлю тот же знак, что здесь, больше 0. Все. И дальше решение. Просто еще раз, чтобы вы поняли, как именно применять. Основание, минус 1, аргумент, минус 1, больше 0. Все. Соответственно, заходите на сайт школка.нет, пятнадцатую тему. Там есть подтему, называющуюся, которая называется метод рационализации. Что-то такое там. Решение, задача с помощью метода рационализации. И прям подряд применяйте метод рационализации, пробуйте, пишите в комментариях, если что-то не получается, присылайте задачи, запишем еще одно видео с разбором тех задач, которые у вас не получились. Но имейте в виду, это прям, ну, очень мощный метод. И, кстати, вот пробник, который прошел на прошлой неделе, Статградус, если вы посмотрите пятнадцатую задачу, решалась элементарно с помощью метода рационализации. Там именно было, прям, дано в условии. Слева бы вот так вот стоял логарифм, один. Тут было что-то с иксами посложнее, и тут с иксами. Больше, либо, ну, да. И я видел решение, где люди просто пишут, что это больше, либо, ну, логарифм, единицы по основанию, такому же, как здесь. И просто зачеркивают логарифм. И не рассматривают случаи, что основание логарифма больше единицы и меньше единицы. И получают 0 баллов. Знали бы они метод рационализации, решили бы задать, чтобы 2 балла очень быстро и легко. Все. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok